добрый день сегодня мы с вами научимся выполнять вот такую интересную очень красивую модель след очков тапочек данная модель к связано крючком подойдет на размеры 38 39 сначала мы с вами выполним полотно подошвы и после этого по всей длине нашего след . выполним круговые ряды меняет цвет нити по желанию по окончании свяжем красивый цветок из объемных попкорнов пришьем его и по завершению работы мы выполним обвязку оставшиеся части следочка для работы мы будем использовать пряжу трех различных цветов нам понадобится крючок сантиметровая лента маркеры ножницы и иголочка приступаем к выполнению полотна подошвы синей нитью я набрала цепочку из 26 воздушных петель и мы приступаем к выполнению первого ряда в третью петлю от крючка 1 2 3 выполняем первый столбик без накида далее провязываем еще четыре таких столбика 1 2 3 4 всего мы выполнили пять столбиков без накида в каждую петлю цепочки далее 4 полустолбика выполняем накид на крючок в следующую петелечку полустолбик 1 2 3 4 провязали 4 полустолбика далее 14 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 11 12 13 и последний 14 столбик мы провязали 14 столбиков с одним накидом далее в последнюю петлю цепочки мы должны выполнить 6 столбиков с одним накидом провязываем 1 1 2 3 4 5 6 6 саму петельку мы подтягиваем наша работа развернулась и получается сейчас мы будем вязать уже с другой стороны цепочки и начинаем вязать сначала 14 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 и так провязываем 14 столбиков провязали 14 столбиков с одним накидом далее 4 полустолбика 1 1 1 2 3 4 и завершаем ряд 6 столбиков без накида 1 1 2 2 3 4 5 и тут очень внимательно мы выполняли первый столбик в третью воздушную петлю подъема и я прошу прощения в третью воздушную петлю от крючка и вот сейчас у самая первая петелька которая осталась не выполняем последний шестой столбик а завершаем работу выполняя соединительную петлю уже в следующую воздушную петлю вот таким образом мы выполнили первый круговой ряд подошвой вот так выглядит наше полотно далее 3 воздушные петли подъема в ту же воздушную петлю в которую мы выполняли соединительную петлю завершая ряд провязываем столбик с накидом далее в следующий столбик предыдущего ряда провязываем два столбика с одним накидом 1 и в этот столбик 2 и точно так же провязываем над следующим столбиком два столбика с одним накидом 1 и 2 далее мы провяжем 21 столбик с одним накидом 1 2 3 4 5 6 и так провяжем 21 столбик мы провязали 21 столбик с одним накидом сейчас мы довязали до центральных столбиков 6 которые мы выполняли в одну воздушную петлю последнюю петлю цепочки и в каждый из этих столбиков мы провяжем по два столбика с одним накидом выполняем в первый столбик два столбика с одним накидом затем вершинку следующего столбика также два столбика с одним накидом 3 столбик 4 5 то есть в каждый столбик мы выполнили по два столбика с одним накидом с одним основанием таким образом мы выполнили прибавление с этой стороны полотна и далее мы продолжаем работу и провяжем 21 столбик с одним накидом точно так же как мы вязали начале ряда на противоположность на противоположной стороне нашего ряда провязываем 21 столбик мы провязали 21 столбик по этой стороне нашего ряда и остается три столбика в каждый из которых мы выполним по два столбика с одним накидом провязываем первый столбик два столбика затем во второй два столбика последний третий столбик два столбика с одним накидом с одним основанием завершаем ряд выполняя соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема вот так выглядит полотно подошвы мы связали два круговых ряда и приступаем к выполнению третьего ряда 3 воздушные петли подъема и в ту петлю в которую мы завершали ряд мы провяжем столбик с одним накидом провязали далее столбик с одним накидом над следующим столбиком выполнили над следующим столбиком провяжем два столбика с одним накидом 1 2 затем выполним один столбик с одним накидом выполнили далее провязываем два столбика с одним накидом в следующую вершинку столбика провязали и следующий столбик провязываем один столбик с одним накидом сейчас мы провязали как раз над теми столбиками предыдущего ряда вот хорошо видно когда мы провязывали по 2 столбика с одним основанием то есть мы выполнили прибавление дальше мы продолжаем вязать и выполним 21 столбик с одним накидом то есть мы провяжем до столбиков с прибавлениями мы провязали 21 столбик с одним накидом и вот дошли до тех столбиков которые провязаны у нас с общим основанием и здесь мы продолжаем прибавление будем вязать так над первым столбиком два столбика с одним накидом над следующим 1 над следующим столбиком снова 2 столбика провязываем и затем над следующим столбиком 1 далее центральных 4 столбика по 2 столбика с одним основанием в каждой из этих четырех мы выполним по два столбика провязываем в первые два столбика во второй два столбика в 3 4 провязали чем центральных 4 столбика и дальше мы вяжем так над следующим столбиком 1 столбик над следующим 2 далее снова 1 столбик один провязали и в следующий столбик вершинку следующего 2 это последнее прибавление с этой стороны полотна посмотрим вот хорошо видны те столбики которые мы выполняли в предыдущем ряду с общим основанием провязав над всеми ними мы выполнили прибавление дальше провязываем 21 столбик я провязала 21 столбик с одним накидом вот мы снова довязали до тех столбиков предыдущего ряда которые провязаны с общим основанием и мы продолжаем с этой стороны полотна делать оба прибавления над первым столбиком мы провяжем столбик с одним накидом над следующим столбиком 2 столбика далее один столбик затем два столбика и снова один столбик и и в последний столбик этого ряда выполним два столбика с одним основанием провязали заканчиваем ряд выполняя соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема вот мы уже три ряда круговых подошвы выполнили и приступаем к выполнению следующего ряда будем вязать так две воздушные петли подъема и над следующим столбиком мы выполним два полустолбика с одним основанием то есть мы провяжем два полустолбика в одну и ту же вершинку 1 затем 2 провязали далее один полустолбик над следующим столбиком и снова 2 полустолбика уже в следующую вершинку 1 2 2 далее провязываем снова 2 полустолбика 1 и 2 затем 1 полустолбик провязали снова 2 полустолбика следующую вершинку также 2 полустолбика прибавление с этой стороны полотна мы закончили то есть вот последние столбики которые выполнялись с общим основанием дальше мы провяжем полустолбики количество их такой же как и в предыдущих рядах 21 мы провяжем до следующего прибавления с другой стороны нашей подошвы выполняем мы провязали 21 полустолбик и остается до тех столбиков которые связаны с общим основанием вот один столбик его провязываем столбик с накидом и далее мы будем выполнять так в следующую вершинку два столбика с накидом 1 и 2 затем 1 и чередуем два столбика с одним накидом следующий столбик провязываем 1 снова 2 столбика с одним основанием вершинку следующего столбика 1 2 затем один снова 2 и вот у нас центр выполняем 1 столбик мы одну половину подошвы провязали и теперь должны наши действия быть в зеркальном отражении то есть мы закончили одним столбиком значит провязываем 1 а затем 2 снова 1 затем следующую вершинку 2 1 следующую вершинку 2 снова 1 2 над следующим столбиком 1 и над последним столбиком предыдущего ряда выполненным с одним основанием выполняем 2 столбика с одним основанием и следующий столбик провязываем столбик с накидом все прибавления с этой стороны полотна мы сделали мы сделали в зеркальном отражении дальше мы продолжим вязать и выполним 21 полустолбик я провязала 21 полустолбик и теперь нам остается выполнить прибавление с этой стороны полотна и будем вязать так в первый столбик выполняем 2 полустолбика 1 и над следующим столбиком также 2 полустолбика над следующим провязываем 1 полустолбик далее снова 2 полустолбика и снова 2 полустолбика в следующий столбик 1 полустолбик провязали и далее выполняем 2 полустолбика и затем 1 завершаем ряд выполняя соединительную петлю во вторую воздушную петлю подъема выполнение подушвы мы закончили сейчас мы промеряем полотно мы закончили выполнение полотна подушвы сейчас мы промеряем наше полотно получается 24 сантиметра полотно еще немножко тянется до 25 далее мы продолжим работу мы далее продолжим работу черной ниточкой и для того чтобы ввести ее в работу сейчас я соединительную петлю распускаю за вашу крючок и соединительную петлю выполняю черной ниточкой первый ряд который мы свяжем это ряд столбиков без накида выполняю одну воздушную петлю подъема и мы провяжем в каждый столбик предыдущего ряда по одному столбику без накида провязываем один такой круговой ряд мы заканчиваем выполнение ряда столбиков без накида я провязываю соединительную петлю воздушную петлю подъема мы посмотрим что у нас получается вот полотно немножко у нас заворачивается это правильно и обращаю ваше внимание на то что вот маркерами я обозначила 16 столбиков которые закрывают наши пальчики что правильно просчитать складываем наше полотно по центральному ряду по наборной цепочки и вот с двух сторон я отсчитала по 8 столбиков 1 и 16 я обозначила маркером сейчас мы возвращаемся к завершению ряда и приступаем к выполнению следующего ряда будем вязать так 3 воздушные петли подъема и 1 воздушная петля по узору далее мы провязываем столбик с одним накидом воздушную петлю подъема в которую завершали ряд затем мы должны пропустить два столбика вот 1 2 а уже в третий столбик провязать столбик с одним накидом затем выполнить воздушную петлю и в этот же столбик выполнить столбик с одним накидом и дальше мы будем повторять мы пропускаем 1 столбик 2 а в 3 провязываем столбик с одним накидом затем выполняем одну воздушную петлю и в этот же столбик выполняем еще один столбик повторяем пропускаем два столбика над следующим провязываем столбик с одним накидом 1 воздушная и выполняем вершинку того же столбика еще один столбик с одним накидом и так мы провяжем до маркера я довязала до маркера остается два не провязанных столбика перед ними вилочка из двух столбиков с одним накидом сейчас маркер убираем и пропустив два столбика с первого отмеченного маркером столбика провязываем 16 столбиков с одним накидом провязала 15 столбиков маркер убираем который мы обозначали последний столбик и провязываем 16 столбик с одним накидом то есть это мы провязали носочную часть закрытую а дальше мы продолжаем вязать по узору два столбика мы пропускаем над следующим выполняем столбик с одним накидом затем воздушная петля и в эту же вершинку столбик с одним накидом снова два столбика пропускаем на третьем выполняем столбик с одним накидом воздушная петля и в эту же вершинку столбик с одним накидом и так мы провяжем до конца ряда мы заканчиваем выполнение ряда у нас остается два не провязанных столбика и еще один столбик и сейчас мы выполняем так накид на крючок в этот столбик провязываем столбик с одним накидом и сразу же выполняем соединительную петлю 1 2 в третью воздушную петлю подъема вот так далее мы выполняем переход под арочку и вводим в работу белую ниточку выполняем соединительную петлю далее 3 воздушные петли подъема и под арочку провязываем два столбика с одним накидом 1 2 и дальше мы будем повторять следующим образом под каждую воздушную петлю вот там где мы вязали вилочки провязывать по 3 столбика с одним накидом провязали теперь под следующую вилочку вводим крючок провязываем также 3 столбика с одним накидом выполнили затем в следующий следующую нашу вилочку также 3 столбика с одним накидом получается мы провязали 1 2 3 4 4 4 таких приема провяжем еще три и дальше продолжим работу я продолжила работу и всего по 3 столбика с одним накидом с одним основанием выполнила 1 2 3 4 5 6 7 раз от начала работы дальше под каждую воздушную петлю вилочки предыдущего ряда мы будем провязывать по 2 столбика с одним накидом выполняем 1 и в эту же воздушную петлю 2 и так под каждую воздушную петлю по 2 столбика с одним накидом вот наша вилочка из двух столбиков и под воздушную петлю провязываем 2 столбика с одним накидом посмотрим что получилось вот таких приемом мы выполнили 1 2 3 4 5 6 7 тоже 7 и мы дошли до центральных 16 столбиков носочной части и сейчас мы будем вязать так пропускаем два первых столбика 1 и 2 и на третьем выполняем три столбика с одним накидом с одним основанием 1 в эту же вершинку 2 и в эту же вершинку 3 далее снова мы пропускаем два столбика и вершинку 3 провязываем 3 столбика с одним накидом с одним основанием 1 2 3 далее снова пропускаем и точно так же провязываем вилочку из трех столбиков снова пропускаем и провязываем 3 столбика с одним накидом с этим основанием и снова мы пропускаем 2 столбиком и выполняем последний раз три столбика с одним основанием с одним накидом получается всего таких вилочек из трех столбиком мы выполнили 5 а дальше мы продолжаем точно так же как вязали с противоположной стороны сначала мы 7 раз выполним в под воздушную петлю под 2 столбика с одним накидом провязали первый раз провязали первый раз теперь второй раз третий раз под воздушную петлю по 2 столбика 4 пятый 6 и 7 вот мы провязали 7 раз по 2 столбика с одним накидом с одним основанием под каждую воздушную петлю в вилочки предыдущего ряда дальше таких столбиков мы будем выполнять 3 провязываем точно так же под воздушную петлю под воздушную петлю но уже по три столбика так как мы начинали этот круговой ряд итак мы уже до вяжем до конца ряда я продолжила вязать по три столбика с одним основанием всего таких вилочек получилось у нас 6 и мы завершаем работу выполняя соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема так как следующий ряд я буду вязать ниточкой синего цвета вот по окончании выполнения подошвы я не обрезала нить и сейчас эту ниточку вывожу в работу выполняем соединительную петлю смотрим чтобы протяжка не стягивала наше полотно вот таким образом далее выполняем еще одну соединительную петлю вот следующий столбик затем 3 воздушные петли подъема и в этот же столбик провязываем два столбика с одним основанием столбики с накидом 1 и далее будем вязать так вот из вилочки из трех столбиков в центральный столбик его вершинку мы будем провязывать по три столбика с одним накидом то есть выполнять также вилочку из трех столбиков снова три столбика в центральный выполняем три столбика с одним накидом с одним основанием столбиком и в центральный снова три столбика с одним накидом с одним основанием выполняем последний раз вот вилочкой из трех центральный столбик провязываем 3 столбика с одним накидом провязали далее мы вязали по 2 столбика и над ними мы будем провязывать так сначала выполнять столбик над вторым столбиком из двух вот первый вот 2 будем крючок во второй провязываем столбик с одним накидом провязали а теперь в 1 накид на крючок заводим крючок в первый столбик и провязываем столбик с одним накидом у нас будут перекрещенные столбики и дальше мы снова повторяем первый столбик пропускаем над вторым провязываем столбик с одним накидом затем выполняем накид на крючок и вводим крючок в первый столбик и провязываем первый столбик снова 1 пропускаем вяжем над вторым а затем вводим крючок вершинку первого столбика и провязываем 1 вяжем 2 затем 1 2 1 и повторяем наши действия последний раз первый столбик пропускаем выполняем столбик с одним накидом над вторым столбиком затем выполняем накид на крючок заводим крючок вершинку первого столбика и и провязываем первый столбик посмотрим вот так выглядит наше полотно далее у нас снова вилочки из трех столбиков и мы будем вязать как и в начале ряда вершинку среднего из 3 провязывать по 3 столбика с одним накидом то есть мы все наши действия повторяем там где мы вязали по 3 столбика мы также в центральной выполняем вилочку из 3 а там где вязали по 2 будем выполнять перекрещенные столбики продолжаем выполнять до конца ряда я продолжила вязать этот ряд и над вилочками из двух столбиков выполнила перекрещенные столбики а над вилочкой из 3 также в центральный столбик выполнила вилочки из трех столбиков мы завершаем работу и сейчас выполняем соединительную петлю третью воздушную петлю подъема рабочую ниточку я обрезала посмотрим что у нас получилось вот так выглядит сейчас наше полотно заворачивается может она кажется маленьким но можно примерить она подходит на размер 38 39 и для того чтобы завершить работу мы свяжем объемный красивый цветок который прищем к верхней части приступаем к выполнению цветочка белой нитью набирают цепочку из 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 соединяем в кольцо выполняет соединительную петлю в первую воздушную образовалась колечко далее 1 воздушная петля подъема и в колечко мы провяжем 7 столбиков без накида 2 1 2 3 4 5 6 последний седьмой столбик провязали завершаем ряд выполняя соединительную петлю воздушную петлю подъема такая получилась серединка далее 3 воздушные петли подъема и в ту воздушную петлю в которую мы завершали ряд мы провяжем 3 столбика с одним накидом с одним основанием выполняем 1 2 3 сейчас удлиняем рабочую ниточку мы будем вывязывать попкорн и сейчас заводим крючок в третью воздушную петлю подъема захватываем нашу рабочую ниточку и протягиваем затем подтягиваем получается вот такой пышный попкорн далее 3 воздушные петли затем уже в следующий столбик без накида мы провяжем 4 столбика с одним накидом тут очень внимательно когда в воздушную петлю мы провязали несколько столбиков вершинка следующего столбика прячется вот именно в нее сейчас мы провязываем 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 удлиняем рабочую ниточку заводим крючок под вершинку 1 столбика из 4 захватываем и подтягиваем получился второй попкорн 3 воздушные петли действия мы будем повторять вершинку каждого столбика провязывать по 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 удлиняем рабочую ниточку вершинку первого столбика из 4 хорошо видно это 4 3 2 1 вели крючок захватили рабочую ниточку и подтянули и так мы провяжем до конца ряда всего у нас будет 8 попкорна мы заканчиваем выполнение ряда вот я уже выполнила все наши 8 попкорнов и завершаем ряд так выполняем сын одну воздушную петлю подъема накид на крючок вводим крючок в третью воздушную петлю подъема начала ряда и провязываем полустолбик вот таким образом это вместо арочки из трех воздушных петель завершили ряд теперь 3 воздушные петли подъема под сам столбик мы провязываем 3 столбика с одним накидом 1 2 3 точно также удлиняем рабочую ниточку в третью воздушную петлю подъема мы вводим крючок захватываем рабочую ниточку и выполняем первый попкорн выполнили далее 1 воздушная петля и под тот же полустолбик который мы заканчивали ряд провязываем еще один попкорн выполняем 4 столбика с одним накидом удлиняем рабочую ниточку вводим крючок вершинку первого столбика захватываем рабочую нить и подтягиваем выполнили далее 1 воздушная петля и уже под арочку из трех воздушных петель мы провязываем 4 столбика с одним накидом удлиняем рабочую ниточку заводим крючок под вершинку первого столбика из 4 и выполняем попкорн 1 воздушная петля и в эту же арочку еще четыре столбика с одним накидом для выполнения 2 попкорна в эту арочку удлиняем рабочую ниточку вводим крючок вершинку первого столбика подтягиваем и так мы провяжем до конца ряда завершаем выполнение нашего цветочка после последнего попкорна и выполнила одну воздушную петлю и теперь нам необходимо выполнить соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема цветочек наш готов хочу обратить ваше внимание если вдруг по вашей плотности вязания попкорна будут заворачиваться вот сильно вовнутрь то тогда вам необходимо между попкорнами делать не одну воздушную петлю а 2 или же три далее мы цветочек пришьем перед тем как пришить цветочек вы должны сделать пример очку определить место начала и конца где вы будете его располагать и как будете пришивать нашем случае вот я отметила маркером после выполнения вилочки из трех первые два перекрещенных столбика мы выполнили и уже начиная со следующих двух перекрещенных я начну пришивать цветочек завожу под вершинку столбика буду сшить по лицевой стороне в том месте где мы начинаем сшить мы делаем еще один стежочек прикрепляем дальше мы располагаем вот под воздушную петлю возможно один столбик мы пропустим следующий столбик то есть все это определяется пример очкой вот следующая воздушная петля и следующий столбик тут уже такие нюансы которые вы определите уже сами примеряю к своей ножке пропускать столбик не пропускать столбик и так мы при чем полностью цветочек я пришила цветочек и для того чтобы завершить работу нам необходимо выполнить обвязку оставшиеся задней части начнем выполнять обвязку от цветочка выполню обвязку ниточкой черного цвета рядами столбиков без накида 1 воздушная петля подъема каждый столбик мы будем выполнять по одному столбику без накида количество рядов в вашем случае вы определяете пример очкой также этими рядами вы можете подтянуть полотно если она слишком широко на ножки и кисли наоборот и делать немножко мягче я провяжу два таких ряда я закончила работу выполнила по верхней части следочка обвязку двумя рядами столбиков без накида сегодня мы с вами научились связать вот такую очень интересную красивую модель следочка в тапочек я желаю вам творческих успехов и и и и и и и и и Продолжение следует...